Первые тренировки перед официальными заездами уже начались, но с небольшим отклонением от графика. На Красной Поляне накануне щедро выпал снег. Спортсменам пришлось перенести первую тренировку и ждать укатки трассы. В программе чемпионата пройдут мужские и женские соревнования в двух дисциплинах. Скоростной спуск и супергигант. Здесь присутствует члены сборной команды страны, которые специализируются в этих дисциплинах. Но, к сожалению, на мировой арене у нас в этих дисциплинах пока нет больших достижений. Но, тем не менее, это члены сборной команды страны, плюс региональные сборные различных регионов нашей страны. Вот всего заявилось на сегодняшний день порядка 80 спортсменов и спортсменок. На работу курорта «Роза Хутор» масштабные гонки лыжников никак не повлияют. На Олимпийской трассе длиной в полтора километра усилен контроль безопасности. Спуск огорожен и находится под пристальным вниманием судей. Официальные старты по скоростному спуску пройдут 20 февраля. Чемпионаты первенства России в двух дисциплинах продлится на курорте три дня. И уже 23 февраля будут подведены итоги. Кстати, посетить церемонию награждения на главной площади Олимпийской деревни и увидеть виртуозную скоростную езду на отметке 1600 метров над уровнем моря в дни чемпионата сможет любой желающий. После чего, согласно графику спортивного сезона, сборную страны ждут на первенстве России в Красноярске. Пока они сейчас поедут, не пишут.